Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Главе муниципалитета отчитались в проделанной работе руководители структурных подразделений, начальники силовых ведомств и представители экстренных служб. С докладами спикеров ознакомились и мои коллеги. На минувшие недели в Люберецкую полицию поступило 1800 обращений от граждан. По 28 стражи порядка возбудили уголовные дела. По горячим следам сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть 26 преступлений. Было очень много ДТП, 276 ДТП с двумя пострадавшими в связи с снегопадами. Но сотрудники ГИБДД продолжают работать по данному вопросу. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло 6 пожаров. По одному в Лыткарине и Котельниках, два в Держинском и два в городском округе Люберцы. Происшествие вблизи дома 123-5 на Октябрьском проспекте стало причиной гибели человека. На стоянке горел автомобиль ВАЗ по всей площади. Внутри автомобиля находился человек. К сожалению, мужчина погиб. Личности причины смерти устанавливаются. Безаварийно работала система ЖКХ. В нештатных отключений электричества, отопления и водоснабжения на территории округа не было. На прошлой неделе стартовали плановые работы по замене лифтов. В этом году в 12 МКД обновят 37 подъемников. На данный момент уже реализуются три лифта в трех домах. Это метрофаново 18, метрофаново 20 и южное 13. Экстренная служба 112 и учреждения здравоохранения работают в усиленном режиме. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19. За один день поступает более 3000 вызовов. Справляться с нагрузкой помогают врачи узких специальностей и медики-волонтеры. Глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий дал своим коллегам поручение держать этот вопрос под особым контролем.